Здравствуйте! Телеканал Видное ТВ сегодня второй раз презентует передачу «Развилка сегодня». Это цикл передачи сегодня в нашей студии. Люди, которых знают не только на «Развилке», не только в Ленинском районе, в Московской области, а во всем мире. Я не побоюсь этого слова. Я представлю наших гостей. Это Гульнара Романадзе и Андрей Шишин, представители Центра «Дельфин». Кстати говоря, если мы будем называть Центр «Дельфин» полным именем, то это получается детский, оздоровительно-образовательный Центр «Дельфин». Нет в названии Центра ни слова «спортивный», ни слова «олимпийский», никакой «заслуженный-перезаслуженный». Это обыкновенный, досуговый, можно сказать, Центр, который, вы не поверите, но куют олимпийские кадры для нашей страны. Мы бы не поверили, если бы это не было так. Но это так. Давайте вернемся к истории существования Центра «Дельфин». Насколько я знаю, он в 1993-м открылся видным и в 2006-м как раз в поселке Развилка. Расскажите, как вдруг появился Центр «Дельфин» на Развилке? Ну, на Развилке это была МВК, медико-восстановительный комплекс, который принадлежал когда-то ВНЕГАЗу, потом принадлежал администрации поселения. Ну, и так как пришел почти в негодность на 90%, было решено отдать нам. Да, и надо сказать, что как раз с 1993-го года Центр «Дельфин» в Видном уже завоевал хорошие результаты, показал себя с лучшей стороны. Действительно, это было так. У нас было очень много ребят, у нас и дети-инвалиды, которые занимали первые призовые места по России. Это были и ребята, которые выезжали и на уровне Московской области, завоевывали медали. Это как хобби было. А основное это было обучать всех детей плаванию. Ну вот вы взяли же Развилковский бассейн в плачевном состоянии. В ужасном. Да, это ужасно. Когда дали этот бассейн, я думала, что меня хотят просто уволить, поэтому дают. Настолько это в безобразном было положении. Ну, это было при Василии Юрьевиче. Это то время было, 2006 год. И было выделено 50 миллионов на реконструкцию всего этого заведения или учреждения. Вы не делали же тогда супербассейн для занятий олимпийской сборной. Нет, что вы. Там, во-первых, не хватает длины сантиметров. Они так тумбы стоят, чтобы там делать вообще чемпионом в этой жизни. Даже такой идеи не было. А то, что школы, детсады будут приходить, будем обучать. Это что бесплатные и платные услуги будут. И все население, да, это была тема. Но в 2006 году появился молодой человек, который рядом сидел. Да, давайте расскажем историю появления. То есть как появился бассейн, так появился и сотрудник, который прославил потом этот бассейн. Да, да. Он так молодой парень зашел, ну и так вот с Оренбурга прибыл. Правильно? Все верно. Да. Я бы хотела у вас поработать. У вас есть спортивное плавание? Я говорю, нет. Но я бы вот спортивное плавание, чтобы было открыто. Я говорю, с какой целью? Ты собираешься сделать олимпийских чемпионов? Он мне говорит, а почему нет? Можно. Если вы создадите определенные условия, я сделаю все, чтобы у нас был олимпийский чемпион. Ну, я говорю, хорошо, давай откроем, попробуем. Так интересно было. Настолько серьезно об этом говорил. Вот сидит, ну, не в обидно сказать, пацан молоденький, говорит, давай, да, сделаем. Ну, как-то, наверное, выражение глаз, манера говорить, вот вся серьезность, каким он это все говорил, привело к тому, что я ему поверила. Прям поверила. Так, Андрей, давай вспомним. 2006 год, ты молодой специалист, ищущий работу. Каким образом ты пришел перед светлые очи Гульнар Джамалны? Ну, не знаю, наверное, так звезды совпали, а потом уже действительно создались суперусловия, ну, в которых, наверное, надо делать чемпионов. Не только условия, там, воды, условия для моих спортсменов, но и для меня создавались условия. Я ездил, учился, так сказать, у других тренеров, посещал там на начальной стадии какие-то семинары и так далее, и развивался сам как тренер. То есть тут были параллельно созданы условия как и для моих спортсменов, так и для меня, поэтому в сумме получился такой результат, можно сказать, на первом поколении уже чемпионы мира, наверное, да, это фантастический результат, но это заслуга всего коллектива. В том числе, да, и твоя. Расскажи, пожалуйста, специальные классы, какая-то программа, по которой ты работал, с чего все началось? Вот ты пришел только с идеи, которой сразу заразил руководителя. Не, ну я начал с базы, да, то есть с классики, как во всех спортивных школах, то есть, да, надо детям посещать два раза бассейн, должны быть спортивные классы, чтобы были чуть-чуть сдвинутые уроки, да, то есть какие-то, ну, жертвы ради высоких результатов, ради высоких секунд, ну и, соответственно, для них были созданы условия. И потом под эту базу я, как бы, наверное, накручивал свое, свое видение, что-то новое, да, может быть, современное, но и в сумме вот такой результат. Нас услышала и директор школы развилки, поэтому... Вы же предложили классы формировать на базе развилковской школы. Конечно, конечно, это развилка на базе развилковской школы. Отбор вел из платных услуг дети, которые приходили. И, что интересно, из Москвы приходили ребята и записывались в развилковскую школу, в совхоза тоже записывались. То есть вот так спорткласс, формировался спорткласс. А сейчас, кстати, он существует? Да. Вы оставили эту программу? Да, оставили у нас, ведет Бодрединов Сардор, тоже сейчас шестой класс. Ну... Хорошо, вот это, значит, первая заявка сделать два сдвоенных урока по плаванию, такого не было. Да, конечно. И в остальных классах. Когда вы поняли, что на базе этого спортивного класса там можно действительно чемпионов выращивать? Они выиграли Спартакиаду, школьника, всем классом. И никто не мог, никто не верил, что дети одного класса, мальчики и девочки, могут выиграть Спартакиаду, школьника в России. Никто, Андрей, в этом поверить не мог. Но это было так. И мы поняли, что все может быть очень даже хорошо. А потом, а потом... Нет, первенство России, они с восьмого класса выигрывали. То есть, ну, в индивидуальных программах. Наверное, первые плоды до шестого-седьмого класса мы уже увидели, что мы в пятом классе их набрали, в третьем-четвертом я их отбирал, в пятом мы их собрали. Гульнар Жамал действительно говорит, что многие родители жертвовали, чтобы попасть к нам. Переходили в школу, да, с Москвы, возили их, да, с совхоза, с Москвы. Были люди, которые оставались на второй год, чтобы попасть ко мне в класс. Вот, то есть, было очень-очень много. Были люди, которые с третьего класса за лето экстернатом сдавали, чтобы ко мне попасть, да. То есть, был очень серьезный отбор. И в дальнейшем, в шестом классе мы уже увидели, что мы идем в правильном направлении. А сейчас эти ребята, мы о звездах отдельно поговорим. А вот те ребята, которые вот первый ваш набор спортивной классы, как они себя ощущают? Какая у них жизнь сложилась? Говорят спасибо за то, что посвятили время им, что они умеют плавать. Я думаю, об этом Андрей скажет. Я просто хочу сказать, что... Подробнее Андрей расскажет. Что самое интересное, что, наверное, подкупало меня очень сильно, то, что понятно было, что уже в районе девятого класса это трое ребят, это Босягин, Подгусов и Рылов, и были все остальные дети, да. Ты же их не можешь бросить. И Андрей их всех определил. Во-первых, у них у всех были разряды. Кого в пятиборе, я думаю, ты об этом лучше скажешь. Кто-то дальше продолжил... Потому что сейчас на слуху только... Да, вот расскажи. То есть ребята не остались вот так вот за пределами и брошены. Они не были брошены. Они все были. Они, каждый из них, нашел свое место в спорте. Не в большом, может быть, но в спорте. Андрей, сколько было человек в классе? 18. По степени таланта, да. Кого-то куда-то определил. Кто-то пошел в скоростное плавание. Сейчас современный вид спорта. Это плавание в ластах. Он не олимпийский, но мастера спорта также присваивает. Поэтому кто-то, например, девочки... У меня было пять девочек в классе. И я, как молодой специалист, чуть-чуть, наверное, с ними опоздал. С девочками надо чуть раньше начинать работать. А я их в пятом классе учил плавать. А, как все понимают, девочка по физиологии чуть обгоняет мальчика. И они, как бы, может быть, не супер стали звезды. Ну, кандидаты в мастера спорта. И сейчас вот почему-то все, там, очень большой процент выбрали работу в индустрии фитнеса, в тренера, да, и очень довольны. И мы с ними поддерживаем связь. Вот. Ну, наверное, будет интересно, через 30 лет поддерживаем ли мы связь. Но пока мы не так давно расстались, поэтому поддерживать связь очень много. Тогда давайте теперь рассказывать, как формировались вот эта вот ваша звездная команда. Звездная? Да. Вот сейчас Гульнар Думал назвала. Это я точно скажу. Итак, определились. Когда мы говорим о Жене Рылове, это надо понимать, что он в возрасте 6-7 лет занимался у Андрея, когда он был в Оренбурге. И когда Андрея уехали, они, вся семья переехала сюда, его мать тоже продала квартиру и переехали сюда. Ну, они попали во Фрязино, и к Андрею они не попали, мы их не видели. И это было где-то в 7 классе, мы были на соревнованиях по Фрязино. Случайно он увидел Андрея, случайная встреча, чтобы сказать, он там какие-то результаты во Фрязино показывал, ничего этого не было. Случайно встретились, и Андрей приходит к мне и говорит, Гульнар Думал, давайте возьмем этого парня. Он хорошего, а я смотрю, маленький какой-то, вообще маленький, черненький, ну, думаю, раз он так хочет, ну, пусть берет. Можно подумать это. Ну, вот что было. И вот таким образом Женя сюда попал, и был под грузом, развилковский парень, который жил на развилке. Это вот звезда, которая была. Он, кстати, один из первых получил президентскую премию. Ни Рылов, ни Босягин, а президентскую премию получил под грузов Саша. И с этого мы начали дальше двигаться. Вы каждый раз раздвигали горизонт. Да, да, да. Понемногу. Вот это было трое ребят, и ко мне пришел Андрей и сказал Гульнар Думалову. А дальше он расскажет. Нет, вот эту фразу я сказала. Вы знаете, вот посмотрите на глаза Саши под грузом. Ну, думаю, ну, что, глаза, вот, Босягин. Ну, все, я всех смотрела. Вот по глазам посмотрите. Вот Рылов пойдет до конца. Мы должны все сделать для этого. Эти ребята с нами до конца не будут. Они не захотят этого. Как-то я думаю, как это такое может быть по глазам, что-то такое. Но, тем не менее, история показала, что это так. А ты вот продолжил, как все было. Ну, наверное, они потом уже люди взрослые стали после школы выполнять, идти, ну, как бы, к своей цели более прямолинейно. У Саши, например, была цель учиться за границей. И спорт ему позволил бесплатно это все сделать. То есть, его пригласили, создали отличные условия. Он сейчас звонит очень доволен, да, с Америки. То есть, и продолжает там обучение. Вот. Поэтому, наверное, ну, я видел, что кто-то пойдет до конца, кто-то чуть притормозит. А когда во Фрязино встретили Евгения Рылова, сразу поняли, что его нужно забирать. Как это? Вот Гульнарак, говорит, вообще никакого впечатления не производил. Уж тем более... Не, он хороший парень, хороший парень. Вот это и были его слова. Хороший, Гульнарак, вы не представляете. Он хороший парень, его любит вода. А я вижу маленького мальчика, симпатичного кучерява, как цыганочка. Ну, и что? Что нужно сделать, чтобы раскрыть того, что не видно остальным? Не, ну, раскрыть, наверное, надо работать, помогать им раскрыться. Просто мы тренера, наверное, видим, когда человек плывет, они могут делать движения одинаковые, но кто-то держит воду, а кто-то не держит. Ну, это генетика. И он был по генетике близок к одаренному ребенку. И, конечно, его хотелось взять. Тем более, он был в беспортивной школе, гулял там. Плюс, тем более, мы с ним начинали с 5-6 лет. И, как бы, я знаю его отношения, знаю его родителей. Но они переехали, конечно, с удовольствием после этой встречи. С этим все понятно. Теперь вот самое главное, мне кажется, нет ответа на такой риторический вопрос. Как на четырех дорожках 25 метров можно осмелиться сначала мечтать, а потом уже, когда забирают у тебя чемпиона, не отдать его, а вести его вот своим центром. Как это у Джарджи Малны вообще могла такое позволить вопреки всем, вообще всему миру? Нет, ну, когда ты растишь, вот когда ты веришь, да, в 25-метровки. В 25-метровке, да, это всегда было сентябрь, октябрь, ноябрь. Но все остальное время Андрей сборы на длинной воде, уезжали на длинную воду. Было время, когда я оплачивала, и Таиланд оплачивала, и Цехадзоры оплачивала. То есть у него была индивидуальная программа, и тогда, наверное, не очень было принято, чтобы работать, не было принято работать по индивидуальной программе, надо было работать полностью в сборной. Вы же на себя взяли эту ответственность. Александр мне сказал по поводу, я в спорте, я сейчас разбираюсь, и все могу увидеть, и Андрей мне может показать, что к чему. А тогда я филолог, чтобы я в спорте, в плавании так разбиралась. Я, вот он, кстати, будет у нас 30-го, спрашиваю, он четырехкратный олимпийский чемпион. Приглашал Андрея, его приглашал Зубкова, он учился. Я покупала всю эту материальную базу. У нас была материальная база не хуже, чем на круглом. То есть у нас все было в этом лягушатнике, в этих четырех дорожечках. Все это было. Ну, он мне сказал такую фразу. Я спросила, а если у него олимпийский чемпион получится в 10-м классе? Ну, мне же интересно все-таки. А он говорит, если ваш тренер, он у вас очень грамотный и хороший. Если ваш тренер всегда будет с ним на бортике, то получится. Ну, я поняла в этой жизни, что Андрей должен быть на бортике. Значит, Женя должен быть с Андреем. Это значит, что он должен быть у меня. Вот и вся была история. И, конечно, такой был сложный период времени. Самая первая победа, это был чемпионат России. В Волгограде, по-моему. Вот самая большая. Самая первая, это первенство России в Санкт-Петербурге. Это вот когда-нибудь седьмое. Ну, это для меня тогда было весело. Это президентская программа, веселый дельфин. Надо дать должное Федерации плавания, что эта программа работала. И вот тогда он там показал результаты. Нанкин, это было уже позже. Конечно. Это вот юношеские олимпийские игры. Это какой год? 14-й. Давайте вспомним вообще этапы становления. Вот для вас, как для тренера и как для руководителя, какие победы были самые запоминающиеся? Да, наверное, по степени возрастания у нас все более значимые, более значимые. Прогали от радости, когда выиграли дельфин. Вот что мы попали в эту программу, в веселый дельфин. И мы там, мы детский оздоровительный центр. Это вообще серьезно даже на соревнованиях в Московской области не принимали. Детский оздоровительный центр. Это не спортшкола, не дюш, не дюшор, не дюш, а просто оздоровительный центр. Серьезно нет. И вдруг ты туда попадаешь. Это было ахало. Это было что-то с чем-то. Кто все время ставил следующую цель? Андрей. А я всегда говорила, мы выиграем. Вопросов нет. Я всегда говорила и говорю. Я и говорила, что мы станем чемпионом мира. Мы станем и олимпийским чемпионом, мы станем. И я это и сейчас говорю. На самом деле, да. По возрастанию цели, например, когда мы выиграли Нанкин, мы тоже были очень довольны. Прыгали. А сейчас у нас в центре, например, Гирев Иван, второй парень. Сейчас у нас трое спарринг-партнеры. Он дважды сейчас приехал с Америки и установил рекорд мира юниорский. Дважды выиграл чемпионат мира. Первенство мира. И мы так как-то это пропустили, но порадовались. То есть у нас уже юниорские рекорды мира не интересуют. То есть у нас только одно. А когда-то мы радовались победе на первенство России. Поэтому поэтапно, наверное. Все шло поэтапно. Ну, знаешь, все равно порадовались. Я премию выписала Гиреву. Конечно, порадовалась. Хороший парень. Красивый, высокий, интересный. И этот третий, мне он очень нравится. Как человек нравится Абрианский. Вообще мечта, если спросить на сегодняшний день. Я молодого человека очень сильно верю. И я знаю, что та задача, которая поставлена перед Андреем, он всегда выполняет. Как бы дорого его нервной системе это не стоило. И мы очень хотим, мы очень хотим, чтобы эти три парня вышли, попали на Олимпиаду, выступили все вместе в эстафете. И все три места собрали. Медали вся. Это такая вот... Человек имеет право мечтать, да. И я поняла, что главное, очень сильно хотеть и очень много работать. И тогда можно осуществить. И тогда можно осуществить. Ведь у нас как? Кто-то воспитывает чемпиона, а кто-то потом его забирает и уже как бы обтесывает. Скажем так. Чтобы он остался, любой воспитанник в той школе, в которой он и есть, ты все равно от Московской области, от Российской Федерации, но чтобы с твоим тренер остался, надо иметь финансовую составляющую. И у меня просто это было по внебюджетным средствам. То есть мы зарабатываем деньги, и все эти деньги фактически уходили на зарплату тренеру и на этих ребят. Вот только поэтому. А если их и нет, это очень сложно. Ну, они предложили, вот вам деньги, ребята, вы такие молодцы, воспитывайте дальше. Нет, вот как раз Глава Жамаловна рассказывает, что мы шли наперекор системы. То есть есть система. Есть система. Да, вот я и об этом говорю. Есть система, если мы готовим, там, например, в Санкт-Петербурге сотни тренеров, они готовят, а потом забирают старший тренер. А у нас здесь, ну, в Московской области, как бы не так сильно было развито плавание. Наверное, мы сейчас одни из передовых, ну, наш центр в Московской области. Вот, и получается, мы подошли, а передавать в Московской области, наверное, особо некогда. Ну, и стали там перехватывать другие тренера, да, ну, и выходить на Гульнару Жамаловну. Гульнару Жамаловна для себя приняла решение, что мы с этим справимся. И мы шли наперекор системы, ну, до конца. А как вот вы в них так свято верили, что вот они справятся? А может быть, действительно им нужно было, чтобы их забрали? Я об этом в Волгограде говорила, когда мы там вместе встречались, была такая ситуация. Я верю своему тренеру, и единственное, кто сразу увидел талант Евгения, это был Андрей. Когда меня спросили, кто лучший тренер в нашей стране, я просто и других тренеров-то не знала. Опять же, слова Попова, да, чтобы был рядом. Андрей Шишин, я говорила, все. Я, ну, вот есть, когда ты веришь, я ему верю. И ребята у него другие, они себя не коронуют, корон на себя не цепляют. Они слушают, работают, пашут, верят ему. И никто у него их забрать никогда не сможет. Ни за какие деньги. И я в этом уверена. Ну, как Евгений, Рылов появился, мы знаем. А сейчас еще два мальчика, а не откуда? Ну, если мы говорим про Ваня, то он уже очень давно. Начиналось это как раз с тех пор, когда мы начали выезжать на сборы. И он на сборы к нам прикреплялся. Он там с небольшого городка, Ярославской области, с поселка городского типа. И сначала он прикреплялся к нам, потом уже стал у нас оставаться. А сейчас уже мы решили вопрос, что он обычный ученик 7-й школы, 11-го класса. И он уже сейчас как бы не возвращается домой. Потому что, например, последний год перед чемпионатом мира был очень тяжелый. И он урывками ездил домой. Это очень некомфортно и там учиться. И мы решили, что очень много нерв на эту дорогу. Потому что год до этого он очень плохо выступил на Европе. А как раз вот из-за этого. У него был 9-й класс, ЕГЭ. И он туда-сюда мотался. И получилось. И вот мы сейчас приняли решение. В 11-м классе тоже будет у него госэкзамены. И мы решили эту проблемку убрать сейчас. И еще третья. И еще третья. Это такая же история, которой он тоже прикреплялся на сборы к нам. Но полноценно он с нами стал работать в первый год. Это Алексей Брянский. В 15-м году он выиграл Баку. Европейские первые игры. И в 16-м году он был победителем Кубка мира в короткой воде. То есть они сами вас находят? Уже получается. Ну просто мы встречаемся на сборах, когда на совместных. Много тренеров, много спортсменов. Дети уже взрослые. Но они там 11-й класс, 10-й, 9-й. Они живут в этой воде, уже многое понимают. Они тоже считывают тренировок, считывают. И они потом действительно подходят и просятся. Ну как бы в бригады. Вот так вот. Если 15-20 человек все придут и скажут. Хотим к Андрею. Нет, нет. Тут есть и четвертый, и пятый, и шестый. Да, да, сейчас просятся люди. Но мы уже остановились. Да. А потом, если ты берешь ребят, ты несешь ответственность. Это большая ответственность. И ты должен все делать. Это очень большие деньги. Я хочу сказать. Спорт больших достижений. Да, это очень большие деньги. И дельфинчик мы с лягушатником это вытянуть не может. Это очень большие деньги. Ребята с сентября до января здесь. А медицинское сопровождение, думаю, может потом Федерация плавания будет рассматривать, чтобы при индивидуальных плаваниях тоже как-то, чтобы было медицинское сопровождение. При индивидуальных планах. Я думаю, этот вопрос у них тоже стоит, чтобы было. А пока это все на мне. И если их четверо и пятеро, тогда это невозможно. И потом, я считаю, что, конечно, приятно, когда тебя просят, чтобы взяли в бригаду. Но невозможно сделать, невозможно. С другой стороны, нельзя же оставлять одного Евгения тоже. Вот он сам с собой уже не может соревноваться. В спарринге, в смысле? Конечно. Я считаю, что должны же быть достойные соперники. Тренировка должна. И знаете... У него очень достойные соперники. На данный момент даже к ролям Женя плавает медленнее Вани. Рекорд мира сейчас у Вани на 100 кролей выше результата Жени. Как Женя пропал на России, они тоже заняли первое место. Поэтому конкуренция очень хорошая. Алексей Брянский там, например, быстрее всех плавать 50 метров. Поэтому у них очень сильная конкуренция. И бригада очень хорошая. Там Женя далеко не звезда. На тренировках Женя не звезда. Его прессует, прессует. Все очень хорошо. Это хорошо? Это хорошо. Это очень хорошо. А как, правда, сделать так, чтобы ребята, ну, они молодые, они еще жизни не видели, не поймали эту звезду-то? О, это есть тренировка. Кто сшибает звезды у вас? Невозможно. Или они не вырастают во лбу? Не позволяем просто начать расти этим. Риск есть, в принципе. Он лучший там в Европе, он лучший в мире. Ну, есть же много таких примеров, когда ребята становятся, вот прям я звезда, и они талантливые. Наши ребята работящие. Это первично. Ну, не без таланта. И они умеют работать. А есть вот, я этого всегда вспоминаю, да, Седова? Звезда, просто от рождения, наверное, плавец. Ну, вот, есть такое, когда... Это сложно сказать. Ну, здесь они живут, как семья, единое целое. Здесь тренер, ребята здесь живут, они вместе, бригада. Весь коллектив за них переживает, за ними смотрят. Да, вот, кстати, это отдельная история. Андрей, насколько помогало вам на разных стартах, когда коллектив бассейна приезжал, поддерживал вас на различных соревнованиях, когда мы видели эти флаги, видное, Женя? Не, ну, до флагов, как бы, когда еще, повторюсь, выигрывал детский китерин, когда пятый класс только начал, я заходил в бассейн, и знали все, абсолютно все сотрудники меня поздравляли. То есть, это, наверное, поддержка, она как бы с фундамента пошла, и, ну, а с флагом и со всеми этими поездками она только усилилась. А вообще, я, наверное, просто не был в той, так сказать, обойме, когда меня центр не поддерживал. Поэтому я как туда попал, все это вот так вот сразу стало командой, вот, и поэтому, ну, флаги-то хорошо, да, но это было с самого начала, поэтому, наверное... Ну, за свой счет же люди приезжали, болели, да. И будут ездить, да. Я говорю, это же такое вот, правильно говорят, команда, семья. Едут, болеют, реально, кричат, кричим, ну, там, невозможно так. А самое главное, что все верят. И это передается. Я думаю, эти импульсы передаю. Вот, если руководитель решил, что так и будет, то вам все верят. И, видите, вы пока еще не подводили. Я не подводил. Ну, на самом деле, совершенно верно. То есть, это как бы от сердца, да, от руководства все идет. Поэтому такой драйв в центре стоит. Прямо перед основными стартами драйв у всех. Кто свободно плавающий, да, кто детей обучает, у всех драйв туда идет. То есть, градус накаляется. Андрей, а вот сейчас мальчишки вырастают, влюбляются ли? Есть ли у вас какие-то, может быть, с ребятами недопонимания, вот когда подростковые проблемы возникают? Или когда занимаешься спортом, некогда? Нет, наверное, у них есть. Тем более, как бы, мы сейчас плаваем в нашем бассейне, но в нашем городе, наверное, у них есть кто-то знакомый, учатся, они все. Институт физкультуры у них же здесь рядом. Нет, наверное, у них полноценная жизнь. Но, как бы, меня пока это не коснулось, что это проблема. То есть, вы там не разруливаете ситуацию? Нет, ну, если вдруг они когда-то пропустят тренировки, наверное, придется. Нет, я, например, поставила им. Условиитесь, да? Конечно. Рассказывайте. Все, я сказала, олимпийская медаль, а потом, что хотите, вы свободны. В своем выборе, девочки, жены, как хотите. Женя точно знает, после олимпийской медали. А сейчас надо ее взять. Работать. Да, это надо работать. Они работают, они пашут, они не работают, они пашут. И ребята, и тренер. А есть такое, вот, сначала вопрос к Андрею, что ребята перегорают, их надо заново как-то зажигать вам. И вам вопрос, Гульнара, допустим, Андрей уже тоже, может быть, перегорает на каком-то там этапе, и вам приходится искать какие-то новые кнопки, чтобы нажать, и чтобы заново все они... Кто первый из нас отвечает? Давайте, вот, начнем с Андреем. Я бы все это адресовал Гульнар Джамаловне, потому что были ситуации, когда действительно она меня зажигала, снова заводила, и, наверное, от этого и весь наш коллектив, ну, дети, наверное, соответственно, от меня. Вот, поэтому, наверное, весь вопрос полностью адресован. Хорошо, послушаем. Нет, бывает просто, когда становится очень сложно, очень тяжело тренеру. Чтобы было так, что его надо было зажигать, нет. Его просто в какие-то моменты, когда бывают сложные ситуации и с ребятами, и просто сложные ситуации, это жизненные, да, это все мы живые. Или когда что-то не получается, вот долго работает над каким-то грибком, будем говорить, и начинает сильно переживать, очень эмоционально сильно переживает. И вот в такие моменты, такие моменты я могу просто спокойно, я могу просто поговорить, мы друг друга поймем, и на этом все заканчивается. Чтобы перегорал и не хотел делать, такого никогда в жизни не было. А вот сложное состояние, психологическое состояние, да, когда ты вот так вот стоишь и думаешь, как быть, что делать, а может, я не то делаю. Вот такие моменты. Самое главное, что у нас есть доверие друг к другу, и никогда, Андрей, никогда от меня ничего не скрывает. Если это хорошо, то мы все вместе радуемся. Если есть какая-то такая проблема, то мы вместе решаем эту проблему. Поэтому мы проходим этот этап очень плавно и очень корректно решаем эти задачи. Вот так вот можно сказать. Давайте вспомним последнее выступление Евгения Орлова. Где это было? Чемпионат мира? Чемпионат мира, да. Насколько, да, я знаю, как раз были проблемы, по-моему, со здоровьем. Да, большие. Да, они не тренировались несколько месяцев. Да, и вот, Андрей, расскажите, пожалуйста, как должны были пройти эти соревнования, как они в итоге прошли, потому что, насколько я знаю, Гульна рассказала, совершенно не готовы были, пока я не приехала, и вот что душу не вложила. Они все, ну, это я сейчас. Не верили, вот говорят, была какая-то проблема именно. У него плечо, да, было сильно травмировано. Значит, это несколько месяцев, три месяца, да, они не работали. Три месяца, пока не получили разрешение, да, Федерация плавания подала, там, РУСАДА, ВАДА, чтобы дали разрешение, чтобы блокировку сделали. Это все время прошло, и они не тренировались. Но, тем не менее... Поехали. В предваре, в предваре Лавку они... Блин, ну, как раз в финал попали, в предварительный бой. Да, но не собирались. Но выигрывать точно не собирались. Не собирались выйти, может быть, да. А, мы не собирались выходить на старт. На старт, собирались. То есть тут получается, что мы действительно были не готовы. Мы были в Армении, в цехотзоре, в горах, как бы пытались сделать короткую тренировку под гипоксией, да, но боль там очень сильно возросла. Мы даже спустились с горы, то есть мы там, ну, не могли плавать, ничего не могли сделать. Спустились, сделали блокаду плеча, чтобы просто убрать боль. И мы действительно не плавали. Но, как бы, страну защищать, и вроде надо ехать. Мы поехали, там боль еще стала усиливаться. То есть, когда блокаду сделали, вроде отпустило, а потом она опять стала усиливаться. Вот, мы снялись с первой дистанции, 100 на спине. Вот, снялись с полтинника на спине, и у нас осталась одна 200 спина. Вот, Гульнара Джамаловна прилетела, тут она, болельщики из нашей команды. Вот, и, как бы, сказал любой ценой плыть. И Евгений, конечно, плыл, вот, и он действительно плыл любой ценой на морально-волевых. То есть, он первые 100 метров начал выше рекорда мира, а потом просто доплывал. Но его чудом не догнали. Просто, ну, духом убил всех, сразу намного обогнал. Вот, и вот именно проплыл он так же, как в том году. То есть, время не может быть быстрое. То есть, ну, хоть мы и год работали, потому что боль мешала. Но звезды так сложились, да, что вот он за счет своего морально-волевых качества, за счет команды, за счет того, что все приехали, мы вышли, и вот это вот сделали, наверное, невозможно действительно. Потому что видела сборная, что мы не можем с ним ни серию проплыть, ни какие-то упражнения сделать. Он выходил из воды с болью, а потом он выходит, и такие вещи творит. И опять рекорд Европы же, да? Да, да. Ну, да, да, да. Там несколько. Три месяца детренироваться с больным плечом, и так потихонечку каждый раз улучшать секунды европейские. Вот я поговорила, сказала, нет, ребят, вы идете, плывете, золото берете, и все, а потом как хотите. А потом болеете уже, да. Они же послушали. Команда хорошая. Слышат. Друг друга все слышат. Что сейчас со здоровьем? Вот сейчас со здоровьем как раз Гульнар Джамаловна, как бы тот человек, который сказал, давайте плывите, да, то есть, и мы это действительно сделали. Она тот человек, который взяла под контроль вот эту именно болезнь, да, вот это беспокойство плеча, потому что я уже объездил всех специалистов и понял, что только оперировать. Вот Гульнар Джамаловна взяла это под личный контроль, и мы сейчас, там, энное количество клиник в Германии, они объезжали уже без меня, да, и сейчас мы вышли к тому, что он безоперационно вышел на бортик, и сейчас мы первую неделю с ним плаваем. То есть, опять же, из Сирии невозможно. У нас в стране отказались все. То есть, на уровне государства уже этот вопрос был закрыт. Вот опять же, мы с помощью, своими силами, да, как-то вот это сделали вот так, что у меня спортсмен сейчас не после операции, частично восстановлен, сейчас мы продолжаем восстановление, и вот боремся к следующей литературе. Следующие какие старты, к которым готовитесь? Ну, сейчас мы, наверное, взяли паузу до апреля месяца, и у нас под вопросом участия в летней Европе, под таким вопросом, ну, чтобы без форсирования было, вот, а следующий год уже полноценный. А, вот так вот, да. Гульнар Джамаловна не согласна. Посмотрим, она так дипломатично говорит, пока посмотрим. Я всегда прослушаюсь, но посмотрим. Слушай, нет, я думаю, а я думаю, что мы на Европу поедем. Вот мне так кажется. Не, ну, если звёзды сложатся, и он как бы не будет его беспокоить, пока у него сняли боль безоперационно, там, сделали очень хорошие вещи, там, прижали лопатку, да, очень профессионально с ним отработали. И сейчас работает по 3 часа на суше. Сейчас работает с ним, Андрей с утра проводит двухчасовые эти в воде тренировки, а потом где-то 2-2,5 часа он, Саша Маловик, врач наш, который тоже был стажирован туда, смотрел, как всё это делается, и они работают все вместе, втроём, с ним в зале. В зале и в воде. Он... Ну, тренировки ежедневные, тем не менее. Да, да, да. Он должен... Ну, восстановление. Восстановление. Восстановление так ещё, да. Ну, да, да, там восстановление идёт, немножко его изменили, новое обучение техники плавания немножко. По-новому. Тело новое, как говорит Андрей, это новое тело. Это новые рекорды. О, видишь? И я так говорила. Расскажите мне про олимпийские заплывы. Вы всё видели своими глазами. Расскажите, как это выглядит изнутри. Да, мы на финал-то не попали. Мы были рядом, но не смогли, у нас не было. Как это было, Андрей? Как вообще Евгений готовился? Ну, это, наверное, ничем не сравнимо. Ничем не сравнимо ощущение, ничем не сравнимый драйв. После Олимпиады на мир едешь даже вот с такой травмой, понятно, беспокойство. А вообще, в принципе, вот этого куража и драйва больше за четырёхлетие ты не получишь. Это для меня, как для тренера, я работаю, как бы мы творим. Со спортсменом идём четырёхлетие к одному старту всего лишь. А, наверное, как это было для Гулярии Жамаловны и для всей нашей команды, она скажет более подробно. Конечно, подготовка Евгения была, подготовка Евгения – это было золото. Это было золото. Но это столько звёзд, это такое огромное количество… Подождите, это совершенно другой поезд часовой. Да, ну, часовой поезд – это мы всё можем опустить, да. Часовой поезд – это ладно. Всё то, что там это Рио – хорошо. Ладно, всё опустить. Вот когда Андрей говорит драйв, это огромное количество звёзд. Подействовало это на молодой организм? Да, да, да. И когда ты психологически как-то, наверное, не совсем он себя правильно настроил, и боясь проиграть, вот такой был. Если он на чемпионат мира вышел «я звезда», то там он боялся проиграть. Как потом он сам скажет об этом. И он был первый и в предвариловке, и в полуфинале, а тут вот третий. И для нас это всё равно… Ну, не всё равно это олимпийское золото. Не золото, но олимпийская медаль. А Евгений долго не мог согласиться с сам собой, что это не золото было. Он даже не понимал, насколько медаль олимпийская, даже если это не золото. Даже такого достоинства. Такого достоинства, да? Это насколько важно. И только когда он прибыл уже в страну, и когда все и приглашать стали, наверное, везде, и то, и всё, это же олимпийская медаль. Ну и что, достоинство бронзит? Только тогда он это осознал. Вот такое бывает. Да, а теперь у него совершенно другие устремления должны быть. Ведь он уже понимает, что… Да. …как и почём. Он на чемпионате мира, когда он вышел… Он с американцами вышел-то, такими звёздными рекордсменами. Именно я перебегу, именно они… Ну, выиграл золото тот парень, который вышел на мир с Женей. И этого времени, как правило, с Женей на мире, даже с больной рукой, хватило бы, чтобы выиграл он олимпиаду. Такой был запас у него прочность. Вот. Поэтому, конечно, что же случилось на олимпиаде, мы просто не хотим это вспоминать. Я просто передал для зрителей, ну, как это, какой-то кураж. А вообще у нас была, конечно, очень неудачная олимпиада, скажем так. Очень расстроился. Мы все расстроились, конечно. Но мы не показывали. Боже мой. Нет, мы расстроились, потому что… Мы радовались. Это олимпийская медаль. Но внутри мы расстроились, потому что он был готов к этому. Он был готов. Но зато… Но реабилитировался, когда на чемпионате мира американцы рядом, и он, и наш гимн – это стоило того. Мы с вами сегодня 45 минут посвятили теме бассейна «Дельфин», его чемпионам, его тренерам, руководителю. Но предложу закончить эту передачу на какой-то такой общей ноте. У нас же до сих пор есть спортивные классы на развилке. У нас до сих пор есть возможность гипотетически любому жителю Ленинского района стать на этот же путь, который сейчас проходят ребята, пловцы вашего центра. Также доказывать трудом. Гульнара Джумаловна, приглашайте. Я знаю, что у вас всегда двери открыты. Вы всех ждёте. Из любого можете сделать настоящую звезду. Мы вас и приглашаем 30 ноября прийти к нам. Вы увидите, кроме Евгения Рылова, Брянского, Лёши, Ивана Гирёва, вы увидите тех ребят, которые занимаются с Геннадием Шишиным. И которые тоже занимают призовые места, берут золотые медали. У меня ребята маленькие, на уровне пока Московской области. Я думаю, и дальше так будет. Конечно, и все, кто хотят стать чемпионами, welcome к нам. Мы всегда будем рады. Вот так живёт развилка сегодня. Есть там такой небольшой бассейн 25-метровый, всего с четырьмя дорожками. Но уже там есть три великолепных спортсмена. Один лучший в мире тренер и самый лучший в мире руководитель. Я благодарю за то, что вы нашли время и сегодня побеседовали с нами на очень важные темы. На этом прощаемся. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова